С трансформацией разобрались. Как устроена матрица трансформации, тоже разобрались полностью. Откуда она получена, из каких формул, почему была использована именно матрица. Мы это все, по-моему, в полных деталях разобрали. И построили, собственно, написали программу, которая трансформирует двухмерный объект, описанный вершинами. То есть, в каждой вершине применяем трансформацию, вычисляем новое положение этой вершины. Да, это понятно. Тут точно все понятно. Следующий шаг у нас построение перспективного изображения на плоскости экрана. Может быть, с перспективного начать? Мне кажется, там попроще. Хорошо, давайте сейчас ортогонально. Давайте так, обсудим перспективу, а когда мы обсудим перспективу, то ортогональный перенос, ну, он станет сразу понятным. Ну, хорошо. Окей. Значит, в чем весь смысл? В том, что 3D-изображение на экране, которое мы хотим построить, должно правильно восприниматься человеком. Так, чтобы у него, а давайте скажем честно, возникала иллюзия в том, что его экран, ну, или его канвас, экран пользователя, действительно отображает предметы, объекты трехмерного мира. Человеческий глаз устроен таким образом, что видит предметы окружающего мира в перспективе. Предметы одинакового размера, расположенные на разном расстоянии от глаза, от наблюдателя. Те предметы, которые ближе, нам кажется, больше, те, которые дальше, кажется, меньше. Так как мы своими глазами пользуемся с раннего детства, для нас это кажется, само собой, разумеющимся фактом. Ну, всего лишь это физиология нашего глаза. Хрусталик, там, роговица и так далее, и так далее, я не медик. Параллельно с этим средневековые художники, а как вы знаете, художник до появления фотографий, его основная ценность заключалась в изображении на плоскости, на холсте предметов реального мира. Холст, канвас, да, вот с этим отсюда и называется класс, который позволяет нам плоские растровые изображения устроить. Придумали такое устройство, называется оно камера-обскура. Есть такое. Вот и средневековый чертежик устройства камеры-обскура. Темное помещение, либо темный ящик, отверстие, свет от предметов окружающего мира, ну, разумеется, если они освещены там солнышком или чем, проникая через отверстие и на противоположной стене помещения ящика, назовите как хотите, мы получаем изображение. Это похоже на человеческий глаз, так как он тоже в перевернутом виде. Да, совершенно верно. А самое главное, видит в перспективе. Вот если бы этих башенок было 4 штуки, они бы находились на разном расстоянии от камеры и отверстия, такое прохождение лучей изобразило бы их разного размера. Вот я не знаю, найду ли я подходящую картинку, которая демонстрирует именно этот эффект. Но, скорее всего, не найду. Но какой бы был смысл в камере-обскура, если бы она не создавала такого эффекта? Нет, ну в ней был бы смысл, потому что достаточно взять там карандаш, либо чем они рисовали углем, обвести контуры, и ты получишь перенесенное изображение. С появлением фотоаппарата услуги художников как специалистов по отражению реальности перестали пользоваться спросом, и появились всевозможные направления изобразительного искусства. Абстракционизм и так далее, эпизм и тому подобное. Да, ну, изначально это было так. Кстати, если мы возьмем первые фотоаппараты, в их основу, конечно же, положен принцип той же самой камеры-обскура. Тут, по-моему, уже сомнений не вызывает, только вместо холста использовался какой-то химический светочувствительный материал, который менял свой цвет в зависимости от количества света, которое на него попадает. Есть такое. По сути, задача по построению трехмерных изображений на канвасе – это запрограммировать, реализовать, как сказать, вот эту вот формулу или вот эту вот физику, какое правильное слово подобрать, реализующую вот такой способ переноса лучей. Если мы этого не сделаем, перед нами остается выбор ортогонального прямого перенесения лучей, мы действительно также получим информацию о состоянии объектов в нашем 3D-пространстве на плоскости. Всего лишь с той разницы, они не будут в перспективе. И наш глаз, кстати, если мы увидим такую картинку статически, скорее всего, она нас устроит. При попытке перемещения наш мозг нам будет подсказывать, что что-то не так. Вот мы видим три кубика, начинаем двигаться вдоль них, кубики одного размера, хотя мы точно знаем, что один из них ближе, второй дальше. Наш мозг такое воспринимать не станет. То есть, как картинку мы это воспринимем, да, как какое-то изображение. У нас не возникнет, наверное, ощущения реализма. Наверное, вот так лучше сформулировать, да. У нас больше речь идет о реализме. Ведь да, в конечном-то итоге. Красивую картинку мы построить сможем. Будет ли она восприниматься реалистично? Но, скорее всего, нет. Смотри, по сути, камеры нет никакой. Есть просто операции над вершинами. Правильно же я понимаю? Да, конечно же. Собственно, как и нет самих объектов. Ну да. То есть, смотри, вот мы, например, нарисовали какой-то объект на 2D-плоскости, просто по вершинам. Получается, что мы как бы условно подразумеваем, что камера как бы направлена вперед. Правильно я понимаю? То есть, мы камеру не программировали, но как бы смотрим, вид из глаза, он у нас вперед на плоскость, грубо говоря. И чтобы нам показалось, что мы можем двигать камеру, то есть, нужны вот эти матрицы, которые будут просто изменять вот эти вершины, которые отображены на 2D-плоскости. Ну, в конечном итоге, да. Но я вам скажу, что первую камеру, которую я сейчас буду демонстрировать, она еще реализована не на матрицах. Я предлагаю поступить так же, как мы поступали с трансформацией. Сначала рассмотрели радиус-вектор. Из формулы радиус-вектора вывели формулу вращения точки. А уже из формулы вращения точки, перенеся ее в матрицы, показали, как это делается через матрицу. Поэтому, что я вам предлагаю проделать сегодня, это, ну, вдруг представить, что мы не знаем, что в OpenGL для этого используется матрица, и реализовать камеру полностью самостоятельно с нуля. При этом алгоритм трансформации, именно самой трансформации вершин объекта мы оставим матричный, потому что мы его хорошо знаем, разобрали. А алгоритм, который будет строить изображение на экране, мы вот сейчас напишем с нуля, вот как бы мы ничего о матрицах не знали. Ну, да, чтобы постепенно подойти. Но, тем не менее, возьмем картинки, посвященные OpenGL камерам, чтобы, ну, просто получить больше представления о программной камере. Если речь идет о ортографическом переносе, да, то, ну, вот она схема. Где-то вы там, ну, либо можете это воспринимать как кусочек мира, либо это вообще можете воспринимать как, ну, лучше это как мир воспринимать, да. То есть, как у нас точки расположены по X, Y, Z, в зависимости от того, в какой плоскости трехмерного пространства находится плоскость нашего экрана, так мы точки и переносим. Например, если у нас, мы считаем, что наш экран находится в плоскости, образуемой X, Y, да, то от всех вершин объекта мы забираем только X, Y координату. По этой X, Y координате рисуем точки у нас на экране, получаем 3D изображение. Если мы хотим посмотреть из плоскости, там, скажем, Y, Z, поставить камеру сюда, точнее, ну, расположить плоскость по этим векторам, бла-бла-бла, вот, то тогда у объекта мы забираем только составляющие вершины Y и Z, но при прорисовке на конвасе мы понимаем, что значение Z мы используем в качестве X. Да? Ну и так далее. Возьмем Z, X, тогда Z будем использовать в качестве Y. Ну и мы действительно увидим какое-то, ну, изображение увидим, все будет с нами хорошо. Сейчас, смотри, третья ось вот эта нам не нужна, получается, да, будет вообще? Ну, она нам вообще не нужна. В конечном итоге экран, экран, да, это плоскость, находящаяся где-то в трехмерном пространстве. Ну, смотри, нам же надо учитывать длину объекта вот по третьей оси. Если у нас ортодоксальные, называемые, ортогональные. Если перспективный вид, скажем так. Если перспективный вид, то математика усложняется вообще, если у нас перспективный вид. Вот картинка, которая наиболее часто встречается при, ну, когда ты ищешь устройство перспективной камеры, да. Денис, а можно в блендере ребятам показать, там кнопочкой 5 можно поменять вид из одного в другое, чтобы они поняли, в чем отличие. Ну, давайте. Блендер. Ну, кстати, да, вариант. На примере кубика. Да, кубик просто показать один вид и другой вид. Да, в блендере тай камеру можно перевести в ортогональ. Так. Не, а ты про... там на цифру 5, на дополнительной клавиатуре. А. Да. Справа. Ну, ты увеличь кубик чуть-чуть. Вот, да. А, он что, в ортогональность? Да. А, я не знал, кстати, сколько заняло. Но, чтобы, наверное, эти кубики тогда надо расположить. Вот одинаковые кубики, да, я располагаю на различном расстоянии. Сейчас я в ортогональном режиме. Вот. Если я на кубике... Ну, кстати, вижу я перспективу. Ну, кстати, какой-то вывернутый объект, который дальше... Я не знаю, потому что он возьмал уменьшаться. Нет, это не... Вот это перспектива. И вот это перспектива. А то они одинаковые в размерах. Да, в принципе, да, одинаковые. Я же говорю, наш глаз, наш глаз. Если мы смотрим на эту картинку вот так, статично, вроде бы все нормально. Обман зрения. И даже, да, мне кажется, что вот этот кубик больше. Всего лишь потому, что я знаю, что то, что находится дальше от меня, должно уменьшаться. И мой глаз... Ну, и тут же глаз это перестает воспринимать. То есть вот так-то я вижу, что они одинаковые, да? Вот это прямой перенос лучей. Вот представьте, да, вот насколько мы привыкли к своему зрению. Вот они же на самом деле одинаковые. Но мне вот этот кажется больше. Вы можете линейкой померить экран, они будут одинаковые, если не верится. Это прямой перенос лучей. Соответственно, если мы описываем 3D камеру, мы ее обязаны делать перспективно, иначе наш мир не будет выглядеть реалистично. Это не значит, что мы совершили какую-то ошибку. Вот тут момент. Мы не ошиблись. Мы получили проекцию точек, ну, извините, вершин в трехмерном пространстве на плоскости. Вот на самом деле я же сейчас перемещаю плоскость, по сути, которая является моим экраном. Да, и переносятся лучи. И это легко реализовать. Но когда начнет человек двигаться по этой сцене, просто мозг так настроен. Как только мы переходим к перспективному изображению, все становится на свои места. Точно знаю, что этот кубик дальше, и по размеру он такой же, как этот кубик. Окей. А-а-а-а. Окей с этим. Да, да. Но не случайно в блендере камера изображается вот так. Да, видит такой вот призвы. Мы понимаем, что вот здесь у нас... Хотя, опять же, все относительно. То, что мы сейчас смотрим на эти объекты, мы как бы тоже, можно сказать, из камеры смотрим. Да, ну, естественно, в момент редактирования нам эмулирует камеру. Да. Окей с этим. Нам необходимо... Вот я не могу подобрать красивую картинку. Вот, наверное, вот. Вот, вот, вот хорошая картинка, которая, наверное, изображает этот принцип. Значит, есть два объекта, расположенные на сцене, есть наш экран, перенос лучей, получение изображения на плоскость. Окей. Глаз находится как бы за экраном, да. То есть, глаз, экран, сцена. Вариантов таких картинок много. То есть, может, вы их поперебираете, и какая-то из картинок составит вам представление полностью. Это всего лишь чертежи, да. То есть, это же еще никакая не математика, это просто схематическое изображение устройства перспективной камеры. Не более, не менее. То есть, и вариации, где... Ну, вот, смотрите, вообще шикарная картинка. Она показывает перспективный перенос и ортографический перенос. Ты про это? Ты на что? Что-что? Алло. Я пропадаю. Видимо, чуть подтормозило, но ничего. А, ну, я нырно резко открыл. Вот, смотрите, вот это, по-моему, вообще шикарная демонстрация. Одна и та же сцена. Прямой перенос лучей получили изображение. Два шарика находятся от экрана. Да, два одинаковых шарика от экрана находятся на разном расстоянии. Тем не менее, на экране мы их видим одинаково. Та же самая сцена, но используем перспективу и получаем вот такое изображение. Для нас это несколько неприемлемо, потому что жизнь с перспективным зрением для нас с детства само собой разумеющийся факт. Но когда мы пытаемся математику применить, то здесь получается, что можно жить и в других мирах. А рыбий глаз там совсем по-другому смотрит? Совсем по-другому, да. Рыбий глаз, да, там искажения живет в пространстве. Как экшн-камера, примерно. Ну, это получается, там уже при больших углах. Да, там, по-моему, 120 или сколько там, 180 градусов у рыбы, сколько там. Ну, кстати, здесь тогда сразу видно, что в этом случае абсолютно роляет положение глаза от экрана. Чем ближе к глазу мы будем поддвигаться к экрану, тем эти углы у нас будут меняться, да? Да, да, да. Окей с этим. То есть нам надо это запрограммировать. Координаты вершин мы знаем. Трансформировать их умеем. Нам остается определиться с тем, где в пространстве находится плоскость экрана. И придумать формулу для переноса лучей. От каждой вершины через экран к глазу. Для каждой вершины. Есть такое. Ну, давайте уже на этой картине. То есть каждая вершина. Так, теперь не каждая цветовая точка, находящаяся на объекте. У нас векторное изображение. Объекты у нас строятся из векторов. Соответственно, нам надо перенести только вершины. После чего мы их объединяем на самом экране, получаем изображение этого объекта. Вот. Окей с этим. Если мы этого не будем делать, мы не получим перспективное изображение. Но получим очень быстро работающий код. Потому что тут же уже понятно, что перенос каждой вершины требует еще математических вычислений с каждой вершины. С какой я еще сложностью столкнулся? Ты настолько глубоко зарываешься в математику, вот этого всего, что ты забываешь, что на самом деле в конечном итоге тебе надо программировать канвас. И просто получить координаты точки на канвасе. А дальше нарисовать координаты, простите, вершины на канвасе. И нарисовать эту точку по этим координатам и сказать, что это вершины. Значит, я не художник, не художник, но попытался нарисовать, как это считал. Значит, смотрите, никуда не подглядывая. Вот решил сесть и сам для себя это посчитать. То есть, я это назвал камера номер 0. Это, наверное, самое дикое построение 3D камеры. Да? Ну, самое дикое. Вот просто, ну... То есть, можно и красивее, и правильнее, и так далее. Значит, действие первое. Я не пытаюсь мою камеру рассчитать сразу для X, Y, Z. Для всех трех координат. Я перехожу к частному случаю, беря только отдельно плоскости. Плоскости для X и плоскости для Y. То есть, сначала я найду положение вершины на экране, например, по X, потом перейду к другой плоскости, найду положение вершины по Y. А уже дальше на конвасе нарисую точечку определенного цвета по координатам уже экранным XY. Есть такое. Упрощаю камеру безобразно. Если я сейчас рисую в трехмерном мире, в 3D-мире, в 3D-мире, рисую только по плоскости XY, то я отсекаю все Z-координаты вершин. Они мне как бы не нужны. Когда я отсек Z-координаты, я могу перейти вот к такой вот схеме, изображающей мою камеру. Значит, чтобы вообще себе еще больше упростить жизнь, я говорю, что в трехмерном пространстве глаз наблюдателя находится в начале координат, точки 0,0. Да? Плоскость камеры находится на каком-то расстоянии от глаза наблюдателя. И так как я начал 3D-мир разрезать на плоскостя, показать эту картинку. Ну, смотри, единственное, что надо было ее правильно нарисовать по отношению к твоей системе координат, но там просто есть две плоскости. Покажи мне, пожалуйста, Денис. Сейчас вспомню. А это не то, что Денис показывал? Да, это то, что Денис показывает, только ты видишь, вот у нас есть, если точка Z, K, X' и X, вот это Денис как раз рассматривает эту проекцию. А есть еще проекция по Y, да, вот этой вот точке. Но формула и для этой, и для этой абсолютно одинаковая. Это одинаковая, да. Только где-то исчезнет одна из... Да, 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 вот и все. Ну, чтобы было там целостное представление. То есть это как бы плоский срез вот той трехмерной, вот того трехмерного изображения. Я сейчас... Получится как-то на экране одновременно. То есть по сути мы разрезаем по плоскостям. Причем я от этого беру вообще там вот половину изначально. Есть такое, да? Далее я понимаю, что все это превращается у меня в треугольник с прямым углом. Да, это же треугольник с прямым углом. Да, 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 это прямым углом. Причем, извините, даже не в один треугольник, а в два треугольника. Первый треугольник у меня составлен глазом, вершин и вершиной. То есть вот вершина, от которой я взял только две координаты x и y, положил в одну систему координат, отрезал z, например, в данном случае. Так. Сори, я должен опять задать вопрос. Пока понятно. Сейчас, это вид сбоку, правильно я понимаю? Можно, да, рассматривать как вид сбоку. Вот вид сбоку. Ось z идет на меня сейчас. Вот сейчас как бы ось z пошла на меня. Понятно. Вот я на это четко построил сбоку. И камера у меня расположена, ну вот где-то в фиксированном положении. То есть вот экран, вот эта плоскость экрана, да, то, что потом в будущем, скажем, станет x, либо станет y на экране, оно пошло в меня. Вот сейчас на меня идет. Вот так оно туда пошло. Тогда это все сводится к двум треугольникам. Причем о большом треугольнике, составленном глазом и вертексом, вершиной, я все знаю. Все его координаты. Ну, глаз 0, 0 и x, y от вертекса. Также я знаю расстояние от глаза до камеры. Это x2. Ой, извините, от глаза до экрана. Это x2. Мне надо вычислить, получается, y. Все. Как я его только вычисляю, я знаю положение, проекцию, извините, вершины на экран. Вот эту точку мне надо посчитать. О ней я ничего не знаю. Окей. Формулу треугольника я знаю с прямым углом. И знаю уравнение радиус-вектора. Мы его рассмотрели. Ну, это мы знаем из школы, да. Точнее, открыли это древние египтяне. Кстати, знаете, как эту штуку открыли? Хотите, отвлечемся. Нет. Вот что нам в школе не рассказывают? Так, а где... Когда пирамиды строили, нет? Ну, в те времена, да. Они там сильно увлеклись математикой. Но, на самом деле, настолько эта штука просто открывается. У них ни у кого нет под рукой ссылки на наш вот этот документ, где мы всякие картинки помещали. Я его туда закину. А у нас тут такая переписка в группе шла, что... Ага. Что... Ой-ой-ой. Надо все материалы готовить заранее и предусматривать, в какую сторону повернется разговор. Шучу, конечно, нереально. Вот эта шпаргалочка наша. Так, вот наша шпаргалочка, вот там ссылку, да. Вот. Реально, вот гениально и просто. Вот эта картинка поясняет все и сразу, почему квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катиков. То есть это гипотенуза, когда они кубики сделают. Да, и все. Когда-нибудь, ну, видели эту картинку? Да, отвечал. Ну, вот гипотенуза, 9 квадратиков, катет, 16 квадратиков. Квадрат же, да, берем 4 в квадрате, это 16. Почему он в квадрате? Ну, потому что это, ну, нарисуйте его, да, получите там площадь какую-то. А далее берем C и получаем, что это 5 на 5 квадратиков. Берите это в любом масштабе, ну, просто берите этот масштаб квадратов любыми, но всегда будет срабатывать этот закон. Ну, вот реально же просто поясняет, почему квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катиков. Ну, вот не смотрите на это. Это же C в квадрате, только графическое изображение. 5 в квадрате, 5 по 5, 25. Это 4 в квадрате, это А в квадрате. Все очень просто. Не надо ничего не выводить, доказывать, раз увидите эту картинку. Вот почему в школе такое не показывают? Может, показывали, не объяснили? Ну, просто же все доказывают. Ну, я когда-то в свое время восхитился. Вот отсюда берется вот эта формула, да? Вот, теперь переиграем формулу радиус вектора, если мы не знаем радиус. Потому что для случая нашего большого треугольника мы как раз не знаем радиус. Я его обозначил через C1. Ну, мы знаем координаты x, y. Сейчас мы знаем x, y. Ну, вот берем этот большой треугольник. Мы точно знаем x1, y1 и знаем 0, 0. Не знаем мы угол и не знаем мы вот эту длину C1, которая в данном случае может быть рассмотрена как радиус. Это же радиус вектора, на самом деле. Как бы здесь это и гипотенуза треугольника, но при таком изображении это одновременно и радиус вектор, что нам позволяет формулу гипотенузы свести с формулой радиус вектора. Да? Да. Из квадрата гипотенузы выводим, что он равен, естественно, гипотенуза равна корню суммы квадратов катетов. А тут же вспоминаем, что гипотенуза у нас играет роль еще и радиус вектора. Соответственно, x1 деленное на косинус альфа, есть такое, да, это пока один. Вот второй вывод, что радиус у нас равен x1 на косинус альфа и радиус одновременно равен y1 на синус альфа. Вот из этих двух уравнений. Ну, точно же, да? Ну, да. Владимир, да, ну, пока за мыслью следите. А также мы знаем, что косинус угла вот этого угла равен x1 деленное на c1, либо x1 деленное на радиус. Вот это расстояние x1 разделить вот на это расстояние, мы получим вот это, косинус вот этого угла. Не сам угол, а его косинус. Его косинус, да. Соответственно, вот это расстояние по y1 разделить на c1, мы получим синус этого угла. Откуда? Вот из этого уравнения, из уравнения радиус вектора. Есть такое. x1 мы знаем, y1 мы знаем, c1 мы не знаем. Но мы знаем, что c1 равен корень квадратный из а квадрат плюс b квадрат. Почему? Потому что это гипотенуза. Есть такое. Соответственно, если мы хотим найти косинус угла, мы можем взять x1 и разделить на корень квадратный из x1 в квадрате плюс y1 в квадрате. Вадимир, возьми листик с ручкой. Вот серьезно, возьмите листик с ручкой. Есть листик с ручкой. Подожди. Можно еще раз повторить? Сначала. Да, сначала. Значит, это, смотрите, давайте так. Это абстрактная модель камеры, самой простейшей, примитивной, поверьте мне на слово. Почему так строится перспективное изображение, ну, обсудили до этого, да? Отвлекитесь от этого. Здесь есть два треугольника. Да, вот они, два треугольника. Смотри, у нас есть данные только вертекс, вот этот, да? То есть одна точка на экране. Правильно я понимаю? Да, в конечном итоге у тебя все данные – это координаты одной вершины. Все. И даже не на экране, а одной вершины в пространстве изначально, еще не на экране. Задача как раз посчитать, сделать ее точкой на экране. Посчитать, где она на экране. Точно. И нам известно из этого. То есть х1, ху нам известен? Х1, у1, известен, потому что это как раз, ну, она там полностью х1, у1, з1. Откидываем з1, уходим в плоский вариант. Да, точка известна. Точка известна. Далее мы с потолка придумаем, где расположена наша камера, ну, где расположен наш экран и глаз наблюдателя. Ну, то есть х2 нам известен. Х2 нам известен. А вот где будет пересечение вот этого вектора, мы как раз не знаем. А вот это пересечение не должно стать уже именно точкой на экране. То есть у нас надо найти вот эту точку, х2 и у2. Так. Из нее только у2 составляющая. Ну да, эту точку. Где ее у2? А, у2, х2 мы знаем. Знаем. Правильно, совершенно верно. И мы вспоминаем два уравнения из школьной программы. Это гипотенузы катеты и уравнение радиус-вектора. Уравнение радиус-вектора, когда мы рассматривали трансформации, мы уже с ним там наигрались вовсю. Да? Ну, сейчас. С2. С2 у нас длина откуда до куда? С2 длина от глаза до точки на экране. Если она нужна. А, то есть мы по этой формуле длинуться... Нет, мы еще... Мы вот здесь, вот здесь. Мы просто преобразовываем известные нам давно формулы. Мы их подготовили. И в конечном итоге раскладываем формулу радиус-вектора, что мы можем получить косинус угла, поделив x1 на c1. А эту формулу... Ну, пожалуйста, здесь может быть... Я здесь расписал для x2, y2, наверное, сгибил с толку. Нам гораздо полезнее здесь написать, что c1 у нас равно корень квадратный из x1 в квадрате плюс y1 в квадрате. c1, вот это... Да. А вот это... Гипотиноза. И горе. Да. Соответственно, подставив в это уравнение то, которое мы только что говорили, мы можем получить уравнение вида... Вот такого, что косинус угла вот этого равен x1 делённое на x1. Смотри, тут просто мы нашли косинус. Тут надо оговорить, для чего нам косинус угла. Чтобы потом узнать гипотенузу и вот этого маленького треугольника. Правильно? Да. Так, подожди. Гипотен... Да, гипотенуза. Ну, тут что у нас получается? Точно вычислили косинус. И вспоминаем, как будет выглядеть формула радиус вектора для вот этого маленького треугольника. x2 будет равен c2, малый радиус, умноженный на косинус угла. Косинус угла знаем, x2 знаем. Отсюда c2 равно x2 делённое на косинус. Расписываем косинус, получаем, x2 делённое вот на эту всю штуку. Вот оно. Нашли. Теперь вспоминаем уравнение для синуса угла. y1 делённое на x1 квадрат плюс y2 квадрат. Вот это уравнение, да, вот это. Вот оно. y равен радиус, умноженный на синус. Радиус мы знаем. y мы знаем, синус не знаем. Вот это уравнение. y1 знаем по-любому. И c1 знаем. Вот оно внизу оказалось. Вот. А далее уравнение радиус вектора для y2. Выглядит следующим образом. Это c2 умноженное на синус угла. c2 вот мы выявили. Малый радиус. А синус угла вот мы выявили. Мы их просто перемножаем. Получаем y2. Вот эту, извините, вот эту точку. Вот если смотреть сюда, как бы взято с потолка, да. Ну на самом деле здесь идёт вот такое вот разложение. Ну да, то есть ты честно записал синус и косинус и посчитал этот, как его, катет. Да, да, да. Перед другими словами вычислил гипотенузу из уравнения квадрат гипотенузы сумма квадратов катетов. Гипотенузы, она же, да, 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 на каком месте пропала? Всё, вроде. Потом то, что было радиусом, заменил на кусочек уравнения, который украл. И знаете, что вам скажу? Я что-то вот интуитивно чувствую, что сводя этих два уравнения, конечно, я создал прорыв в математике. Наверное, математики сейчас вообще плюются от такой примитивности. Вот, но на самом деле сведя этих два уравнения вместе можно много интересных штук вычислять для себя. Вот. Окей. И в результате мы получаем уравнение, при котором, пользуясь только координатами точки, ну, координатами x1, y1, x2, да, можно вычислить и y2. Есть такое. Уравнение надо будет посчитать дважды, вывернув эту плоскость два раза. Один раз посчитав для плоскости, там, скажем, xz второй раз для yz. В зависимости, как вы камеру поставите. То есть это тут уже надо, вот, ай, 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 где? Теперь Виталика рисунок потерял. Потерял Виталика рисунок. Ай. Откроешься, что ли? Вот. Посчитать надо будет два раза. Сначала, скажем, x составляющую, точки, которая является проекцией вершины, потом y составляющую. Два раза вычислить для одной. Окей с этим. Рекомендую взять листик-ручку, не списывать это, а попытаться, ну, нарисовать этот чертежик и для себя это еще раз посчитать. Тогда оно точно, ну, осознается. Алло. А, окей, да, то есть, ну, лучше взять это, листик-ручка, пересчитать. Вот. Ну, потому что оно бывает, когда ты это услышал, показалось, а, все, тут все понятно, все просто, потом вот попробуйте это из памяти расписать, там, может, возникнут какие-то моменты, которые помогут это лучше осознать и запомнить. Так, ну, код я уже написал, поэтому в этот раз мы его писать с нуля не будем, да, мы его просто рассмотрим. Окей. Ну, это уже код. Вот, на самом деле, здесь все просто. Вот эти оба, вообще, на самом деле, вот это уравнение, только его надо записать два раза. для, для, ну, первое у меня записано для YZ, а второе у меня записано для XZ плоскости. Да? То есть, давайте сразу начнем рассматривать, рассматривать. Нет, здесь придется сверху вниз, извините. Значит, что я сделал? Действие первое. Я вернул наш код загрузки моделек из файлов. Раз он у нас есть, ну, помните, мы парсили OBG файлы на вершины, сохраняли эти вершины в BIN файлы, в виде, ну, там, флот массива, и у нас же был код подгрузки. Я его сюда вернул. Почему бы нет? И оказалось, что этот код, на самом деле, шикарно работает не только с OpenGL, но и с нашим SOP3D. Шикарно он вписался, один в один, даже не менял. Вот, что большой плюс. Но единственный момент. Как вы помните, матрица у нас 4 на 4, 16, умножается только на VEG4. Ну да. А мы пользовались ArrayMis VEG3. У нас был только XYZ. Здесь пришлось чуть-чуть подшаманить, считывать из файла вершины объекта, записанные как XYZ, XYZ, и преобразовывать в массив, где каждая вершина записана как VEG4, XYZ, WV. Собственно, вот наш стандартный... Ну, так принято называть, WV, это четвертый вектор. Но пока мы его не юзаем, его как бы нет, и мы в нем пока не заберем. Нет, но он какое-то значение туда подставляется. Да в будущем OpenGL его будет юзать. Пока, ну, как бы он же участвует в расчете матрицы трансформации, может на себе нести определенную нагрузку. Но пока нас это не интересует, да. Вот предположим, просто нам для перемножения матрицы 4 на 4 на вектор, надо в VEG4 вводить. Четырехмерный вектор. Иначе, ну, никак. Но если мы хотим остаться в контексте OpenGL-овского, да, и матричной трансформации, если от нее отказываемся, то, конечно же, и не надо. Поэтому есть такой вот небольшой цикл, который преобразовывает массив вершин VEG3 в массив вершин VEG4. Просто он делает один раз после загрузки вершины спайла. Есть такое. Ничего там такого нет. В конечном итоге вот это наш рабочий массив с вершинами, и он у нас X, Y, Z, W. Просто, чтобы мы об этом говорили. То есть по 4 флота. 4 флота первая вершина, 4 флота вторая вершина и так далее. Окей. Далее я оставляю нашу матрицу трансформации, которую мы использовали для плоских объектов. То есть та же самая матрица, даже тот же самый код. Окей. В этом массиве, который, вертекс, у меня лежат первоначальные вершины нашего объекта, которые посчитаны от точки 0. То, как мы это и обсуждали в OpenGL. Чтобы у меня с объектом произошла какая-то трансформация, я все его вершины должен что? Трансформировать. Мы трансформируем через матрицу. Да? Поэтому я должен перемножить все вершины моего объекта на матрицу трансформации. Все вершины моего объекта хранятся в массиве вертекс, который я загружал выше, показал это. Угу. Поэтому мне нужен еще один массив, и я его назвал GLPosition. Вот тут очень интересный момент, почему я его так назвал. Если вы обратитесь к вертексному шейдеру, помните шейдерные программы? Ну, вертексный шейдер должен определить переменную GL, которая называется GLPosition. Да. Я решил от этого не отступать момента и провести аналогии между нашим кодом и OpenGL, чтобы потом ввести это в единую картину. Далее я вспомнил о особенности класса Matrix, в котором все время присутствует такой параметр, как оффсет, смещение. И тут я понял, что на самом деле, чтобы перемножить все вершины, я, кстати, это сделал впервые, вот просто догадался, как-то никогда не доходили руки и не надо было. Смотрите, у меня в массиве лежит 100 вершин. Да. В конечном итоге это 400 флотов. Самый способ, за который, ну, вот лично я хватаюсь в первый же момент, это вырезать каждый раз следующий вектор, да, ну, по 4 флота вырезать, перемножать и помещать это в какой-то результирующий массив, ну, в данном случае в GLPosition. Но тут я вспомнил, что этих товарищей в Matrix вообще было в сет. И думаю, ну, блин, пора же его как-то заюзать, он вообще работает или нет. Оказывается, он работает. Получилось все это сделать одной строчкой. Значит, строчка очень интересная. Цикл по массиву Vertex с шагом 4. Потому что у нас на каждую вершину приходится по 4 флота. Массив GLPosition, куда должны попасть трансформированные координаты, я уже подготовил. Вот я его закрепил. Размером он такой же, как массив с вершиной. А далее смотрите, как я интересно поступаю. Ну, давайте так, чтобы всплыла подсказка от этой всей темы. То есть, первое у меня что? Результирующий вектор. Да, да. То есть, тот, который ты уже трансформировал. Да. Второе у меня смещение внутри вектора с результатом. Третье у меня матрица трансформации. Четвертое смещение внутри матрицы трансформации. Пятое вектор, который я трансформирую. И смещение внутри вектора трансформации. Так вот, смотрите, как можно эти смещения красиво использовать. У меня на самом деле все вектора лежат в одном массиве. Я просто меняю смещение внутри этого массива. И мне не надо совершенно вырезать отдельные вектора по четыре флота, подсовывать их методу multiply, да, и потом их помещать в массив jail position. И тоже хорошо, что мы сюда залезли. Вот я как-то с оффсетом никогда его не применял. Оказывается, у него есть вполне осознанное применение, да. Теперь, ребята, что делает эта строчка? Она у нас уже была. Она у нас была в шейдере. В вертексном шейдере мы в конечном итоге матрицу, ну там вообще было три матрицы перемноженных, две камеры, одну трансформацию, умножали на вершину, получали jail position. Для каждой вершины. Вот это та же самая строчка, сделанная софтварно через класс матрикс. Так, мне кажется, вы уже потерялись. Нет еще? Есть немного. Насколько назад откатываемся? Так, Денис, до jail, наверное, position, то есть jail position ты укладываешь все вектора, правильно? Сейчас, 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 Сейчас я покажу шейдер. Сейчас я покажу шейдер. Ай. Так, давайте сейчас пока его ищу, проговорим общую концепцию. У меня есть массив с вершинами, у меня есть матрица трансформации. Перед тем, как рисовать объект, я перемножаю все его вершины на матрицу трансформации. получаю где-то их сохраняю. Еще в третий массив, назовем его массив трансформированных вершин, предположим. То есть вершины уже... Это трансформации, которые происходят там, ну, в пространстве, да? То есть камера на них пока еще не смотрит. Нет, нет, ничего не смотрит. Да, это трансформация в пространстве. Изначально объект у нас описан вершинами относительно начала координат 0,0. И сейчас мы его просто трансформируем. Видит его камера, не видит. Ну, буфер, типа, да? Такой временный. Да, буфер. Потому что если бы я взял координаты, извините, координаты вершин, я их тоже могу помножить на матрицу трансформации. Но я тогда потеряю их в первоначальное состояние, когда при следующем заходе на рендер. Он у меня просто улетать начнет. Например, я его хочу поставить в позицию 1,1. Рендер сделал первый проход. Я его изначальные координаты трансформировал на 1,1. Рендер делает второй проход еще на 1,1, еще на 1,1. И он у меня по диагонали полетел диагонально осям x, y, z ушел. То есть я потерял его первоначальное значение. Ведь я каждый раз при рендеринге трансформирую объект с нуля. То есть вот как бы всегда находится в точке 0,0. И его каждый раз по-разному на сцене выставляют. Если мы возьмем и посмотрим на нашу шейдерную программу Vertex Shader в самом простом его исполнении, то вот эта строчка. И мы ее рассматривали. MVP Matrix это матрица трансформации умноженная на матрицу проекции умноженная на Vue Matrix. То есть это вместе с камерой. Умноженная как раз на opposition, что ничто иное, как координаты версии от 0,0. Так как в моей реализации у меня еще никакой матрицы камеры нет, я реализовал, то я этот процесс разделяю. Я сначала, как ты правильно сказал, переношу в пространстве, а потом уже буду говорить камере, что ей с этим делать. Кто-то в группу написал? В общем, кто-то что-то написал. Окей с этим. То есть по сути я пока перенес только вершины, еще с камерой я никак. И эти все трансформированные вершины у меня лежат в массиве gel position. Сколько там было вершин из объекта? Перенеслось в какой строчке? В 159? Да, вот здесь я, да, потому что я ее поставил в цикл, прошелся по всем элементам массива vertex, а мы договорились, что там лежат у нас x, y, z, w, используя свойства у метода multiply класса matrix, используя слово offset, я как бы параллельно прошелся по двум массивам. я брал каждые следующие четыре флота из массива vertex, умножал на матрицу трансформации и помещал в следующие четыре элемента массива gel position. если там было четыреста вершин, то у меня бы был массив размерностью в четыреста флотов, я бы прошелся по шагам элемент с нулевым индексом, четвертым, ну и так далее. Денис, вот это вот сейчас в 159 матрица переноса, то есть получается вот то, что ты менял в пространстве, ты теперь еще и транслируешь, правильно? Да, это положи, менял в пространстве. Транслируешь это что-то. Нет, подождите. Это здесь у меня лежат координаты вершин относительно точки 0, первоначальные сначала. Здесь у меня матрица трансформации вот текущей. Ага, все, все, то есть. А здесь у меня те же самые вершины из этого массива, но каждая из которых подверглась трансформации. Ации. Есть такое. Смотрите, зачем, ну может тут надо чуть-чуть айкыш. Смотри, Денис, еще раз можно пока мыслить. Вот в вертексе все изначальные точки, правильно? Да, которые изначально точки. Так они все время сюда же и будут заходить. Конечно, и в OpenGL происходит то же самое. А где-то же должно запоминаться новая оба. GEO POSITION, да, 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 да. Вот, то есть, Денис, из всех вот этих вот матриц Scale, Rotate, Translate и SET Identity ты делаешь Translate MATRIX, правильно? но это одна матрица смотри ты же массив geoposition инициализируешь каждый раз потому что здесь я эмулирую работу шейдера если мы посмотрим на код шейдера вершинный шейдер ему на вход приходит массив оппозишенов и для каждого оппозишена для каждой вершины вот же она он называет вот это умножение результат сохраняет в какую-то geoposition то есть вот это элемент массива вот это тоже элемент массива сколько у тебя вершин ты описал в своем объекте столько раз этот код будет выполнен то если вот у нас был объект 86000 вершин вот этот код вот это перемножение будет произвело 86000 раз сейчас ты просто вершины преобразовал трансформировал камеры еще я понял почему такой строчкой в противном случае мне бы пришлось заводить вот такую штуку наверное быстро напишу все-таки что но окончательно оно было ну назову его верт 4 говорить ему new там ну понятно можно не в цикле это все вот я завожу такой вот вектор а потом я в этот вектор должен был вынужден был перенос если бы я не не воспользовался офсета мне бы пришлось вручную прописывать вот такой перенос это у нас например вертекс от и а это следует это игрек плюс 1 2 2 и в конечном итоге в 3 плюс 3 но это добыл а после чего вот этот верт 4 мне бы пришлось бы использовать подсовывать матрицу да и дальше в матрицу ясно с этим . или . или проговорим смотри ты практически из этого из массива вот то что ты показал да что тебе нужно было бы очередной до вектор соответственно у него в сет 0 вот я его вырезал умножил на матрицу результат у меня упал сюда да 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 и так ты по всем пробежался по всем вершинам мне бы еще пришлось завести вот такую переменную да 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 в которую бы ты вложил результацию да 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 все же а потом делать обратное действие вот из этого массива вот так же запаковывал бы обратно только в джейл позицию ну то есть а тут в принципе аффсеты наконец обрели какой-то смысл все это делается одной строчкой означает что что ну понятно что он сместит его там допустим 4 потом на 8 понятие откуда он потом начнет что потом начнет ну потому примеру которому ты предыдущий показал ну понятно как вот этот мультиплей но понимает что ну ты смещаешь именно на 4 а потому что как мы узнали в прошлый раз и нам пришлось отказаться от матрицы 3 на 3 она все заточено на в 4 и на матрикс 16 он заточен под это тут же вот даже смотрите написано мультиплей с четырехэлементный вектор на матрицу 4 на 4 сохраняет результат четырехэлементный вектор то здесь без вариантов тогда у него офсет точно 4 не понятно что если я сделаю все 3 просто потеряю данные он перекомбайн будет затирать дабы вышки идти дальше то есть он собьется ну работа окей с этим перемножением не здесь мы четко ребят еще раз мы четко эмулируем в работу вернутся вашей разве что пока без матрицы камеры есть с этим прикиньте у панжель одна строчка кода дискуссия на полчаса реально жесткая тема такая ну тут же как бы хочется чтобы уже все поняла да 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 ну просто я же говорю вот коварная вещь в прикладном программировании уже с таким редко стал одну строчку долго обсуждать оказывается у него тут куча вариантов окей далее это был первый цикл в котором я трансформировал все вершины во втором цикле мне наконец надо пересчитать позицию этих вершин на моем экране беру же ту формулу которую вы конечно же вы видите вручную но для практики и дать ее перед глазами держать я не знаю нравится вот она собственно интересует эта формула да значит я ее специально по расписал по частям и здесь например тот же господи корень квадратный из двух гипотенуз в квадрате я специально закопипастил почему чтобы это было более наглядно чтобы это больше ассоциировалось вот с этим вот с этим рисунком понятно что вот это выражение можно считать один раз потом подставлять ну вот это корень из x квадрат плюс y квадрат собственно вот этот корень из x квадрат плюс y квадрат ну да или ты там считаешь для костей потом так стоп а как она у меня работала если здесь реально стоит знак плюс как это я опечатался но у меня работала стоять я только сейчас не понял ладно потом заменим на значок уложить у меня это как-то смутило только что нормально ладно интересно но я тут ошибся ребят я что-то не заметил заработала значит уравнение правильно прописал тут же умножить должно стоять да это же вот как раз идет y квадрат да 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 черт ну напомните исправим посмотрим как рендер рассыпется не хочу сейчас потому что ну денис там получается грубо говоря как ты преобразование задашь так оно и будет картинку то я получу ну вроде реалистично выглядел так вот я посчитал косинус синус и значит что сначала я например вычисляю экранный игрек я его вычисляю между игреком и z то есть между плоскостях осей игрек з экранный x я вычисляю в плоскостях осей и x и z откуда я это беру ну потому что вот он мой джейл позишн в котором нулевой элемент это x первый y второй z double way так по кругу вот он мой цикл по четыре я их выбираю получил руки здесь считается это уровень по этому уравнению я получаю экранный x или экранный игрек как его значит камера z камера z это вот это расстояние это мой x2 вот косинус на синус и чё косинус обозвал переменную вот блин по ходу спешил надо же было в принципе радиус а не все правильно x2 деленное на косинус умноженное на синус все правильно точно вот же x2 деленное на косинус умноженное на синус вот он синус вычисляется вот он косинус вычисляется все с этим и тут не небольшая коррекция по на центр экрана чтобы это все не уезжало в левый верхнюк как бы моя плоскость экрана осью z делится четко по середине поэтому влево у него пошли там отрицательные получетверки вправо положительные но вниз вверх то же самое то есть я как бы осью z разделяю экран пополам чтобы лучше ориентироваться иначе я увижу какую-то четверть сцены и надо будет трансформировать объекты там более хитро ну у меня объекты рассчитаны от точки 0 0 мне проще их трансформировать от точки 0 0 тогда мне камеру проще поставить центром в точке 0 0 проще ориентироваться а координаты экрана да это будет у тебя не 0 0 а будет там ну вот эта гадость экрана что . 0 0 она отсчитана от верхнего левого угла ее лучше сместить вот сюда на центр тогда у меня ну как бы просто смещаю 0 0 а дальше просто рисую красненькие эти господи квадратики прямоугольнички по тем координатам которые выше рассчитал а далее эти квадратики соединяю с предыдущим квадратиком зелеными повозочками все-все-все реально вот это вся камера вот эта вся камера вот это весь рендеринг запускаем там правда поставим умножить и посмотрим как это все рассчитывается ну реально заработало и не ну вот собственно результат у меня там погружена моделька тор с вершинами я ее трансформирую по всем вращаю по всем осям xyz каждый раз пересчитываю новые координаты то есть каждый кадр этой мультяшки идет пересчет трансформация всех вершин потом собственно прорисовка точек и соединение точек зелеными полосочками в результате на экране вот проволочная моделька ну вот еще разве что вот так вот продемонстрирую чтобы считаю эти точки вот я же вообще считаю вот трансформацию вот этих точек и не знаете нет там приблизить вот я трансформирую точечки ухты а как-то это сделано весь экран windows плюс windows минус кнопка windows смотри а если бы камера не была запрограммирована увидели бы точно такое же вращение только координаты бы переносились прямо к нам и мы бы как бы удаленная от нас сторона тора не казалось бы нам меньше ну тор тоже такой он бы также попрощался на самом деле и вот вот если бы у нас был единичный торда еще такого масштаба быть разницы ну перспективы бы не было да да не было просто перспективы тормозил так если я это все соединяю видями плюс исключительно из того что я нахожусь в конвасе раз посчитав эти все вершины я могу нарисовать по этим вершинам три объекта просто их там уже раскидываю на кону по пространству конуса чисто средства конуса суре я тут договорю давайте еще раз вот тут важный момент я посчитал всего лишь вершины на экране это у меня грубо говоря точки да только потому что я их соединяю эти точки все линии получается эффект вот этой проволочной модели в пындж или такое соединение называется триплайнс режим рендеринг вот помните мы экспериментируем там есть point это будет вот такая вот модель тот ставишь стриплайн он соединяет ставишь strike он соединяет и заливает а и еще важный момент забыл сказать что если пынджель у нас рисуют трайглами но пынджель андроидовский да они не признают там квадратных многоугольных поверхностей то здесь я от этого свободен вот этот тор моделька у меня описано прямоугольниками не треугольниками то есть если я писал треугольниками здесь было больше вершины такие треугольнички то есть у у тебя свой вид 3d графики получился уже да софтварная моя вообще не у пынджель это полностью софтварная моя графика поддерживая стандарт у пынджель проекту object до для передачи объектов поддерживающая матрицы трансформации но с моей какой-то камерой камера моя это абсолютно моя 3d графика софтварная здесь для ее почета никаких видеокарт cpu используется у меня вопрос я что-то задумался что в мобильных телефонах есть видеокарта я никогда не сдавался очень мощный иначе пупынджеля там не было там очень мощные видеопроцессоры стоят значит так суре давайте исправим мою ошибку и посмотрим на этот кошмар и сейчас как она все развалится оказывается что я вывел неправильную формулу да вот это будет ну да ну вот по математике так нельзя да не ну слава богу но даже вот они может как-то улучшились хотя вот и он как-то а здесь кстати очень тяжело сориентироваться какое какая часть бублика дальше ну ребят не идеально значит что я хочу этим доказать что по большому счету камера ну не такая уж страшная жуткая вич до что ее можно вот так вот вывести простой формулой запрограммировать и будет она работать надеюсь правильно вдруг неправильно но по-моему от кубик дел было вполне правильно вдруг действительно формула не работает зубублик как-то сжимает бывает вдруг я вам голову дурю я пересчитаю не такая тут я еще мог неправильно запрограммировать вас рет как-то бублик низу жмет хотя вы если это удаленная сторона вот сжатую сторону читать как уже удаленную хотя может мы его так воспринимаем а вдруг она действительно дальше я не думаю обман зрения ну то что сторона какая-то уменьшается к эту единственное думаю что она уже очень сильно уменьшает а это вот рыбьи глаза и все остальное теперь где я четко увидел мощу вот этого видяхи да вот в этом торе по моим можем точно посмотреть сколько вершина в этом торе у нас кыш опять повисло что издеваешься так 1584 разделить на 4 396 вершин всего 396 вершин вот эта штука у меня с трудом выдерживала тысячу после тысячи это просто невыносимые невыносимые тормоза тормозит исключительно вот это умножение вообще тормозит математика в OpenGL видяха он я жюю 80 нет помнишь ты говорил что можно таблицу синусов косинусов заложить можно оно будет чуть быстрее но тут в том дело что мы же хотим остаться вот в рамках использования матриц чтобы точно чувствовать как это в OpenGL происходит можно отказаться от матриц можно вернуться к нашей формуле трансформации помните без матричной можно перейти на целочисленное вычисление просто записал значение для всех синусов и косинусов ну скажем 360 углов а там не целое значение угла отпустить можно сделать оно чуть-чуть разгонится опять-таки не панацея то есть ну просто как бы ну вот если бы дойдет руки конечно было бы круто если бы это перепарили все да там но здесь очень четко чувствуешь насколько вот центральный процессор менее дружен с математикой чем графический насколько он там мощу такое ощущает не а ну ребят ну перемножить это сколько 86 86 тысяч матриц перемножить это бешеная бешеная скорость даже не знаю в голове не укладывается как они этого добились и не не каким-то там да стационарником а маленьким вот видеопроцессор так что вы знаете может видяхи даже уже в чем-то обогналить центральный не даром же инвидио там свои дата-центры начало строить то есть может там более специфическое программирование но тем не менее риск процессора обрезанные команды вперед есть же такой подход ну и тут мы четко тоже видим почему майнят именно видяха математику они считают безобразно быстро ну давайте еще не знаю вот я там модельку танка подгружал может ребят честно можете с перспективой ошибся но как бы для первой пробы меня результата честно то есть там иллюзия просто создавалась что как будто он ближе к нам сейчас вот загрузим танка в нем вершин больше заодно посмотрим почему он тормозит и он не такой не вообще как-то страшно загрузился со почеток страшно загрузился а я ж кроме того умножения ничего не менял а мы как бы на него снизу смотрим у него куча этих но было же красивее да вряд ли же за умножения нет денег здесь как раз вот ты видишь но как бы такая перспектива что он все таки вот так он но он и больше сама моделька по себе он стал ближе к камере ну сейчас если у него задняя часть которая не к дулу станет вроде уменьшается он как-то этот как тебе сказать пространство но сейчас в камеру влетит просто сейчас он дулом зайдет в камеру я думаю башни у него от нас да башня вроде там да сейчас перспектива правильная все что уходит от камеры да оно как бы уменьшается но уменьшается опять таки с эффектом рыбьего глаза ну все там это еще равнять и делать вот это он просто стволом в камеру разбил камеру то есть и ствол у нас оказался где-то за камерой такую ситуацию я не обсчитаю поэтому так вывернул на ствол подождение не не нет он этот ствол по моему там все хорошо все вполне достал достал не ну моделька поверьте она его панчели такая страшная в блендере такая страшная там это срезал вершины кажется моделька складываться начала нет и она такая была я хотел сначала полно вершинный танк загрузить вот но что-то совсем все грустно ему в три раза срезал количество вершин там до 1000 он стал такой угловато квадратный давайте мы его точками нарисуем может не будет такого бардака из вот этих соединительных тут теперь вопрос когда я увидел эти скоростя у меня очень сильно руки опустились в прописывание но это один танк точками да нет а по-моему я намусорил ему что-то не знаю вот эти ну гусеницы вижу вот это непонятно в плане отсечения вершин что-то у меня сильно руки опустились в каком смысле нету той скорости но даже вот получится написать алгоритм отсечения невидимых вершин ну вершин поверхностей эффекта не будет если он так уже лагает на этом а мы хотим еще в рамках концепции матриц оставаться вот я не знаю давайте так относительно камеры и трансформации стало более прозрачно понятно что вот для чистолюбия какого-то ну действительно камеру описать матрицами и действительно как говорит Виталик вычислять уже положение точки сразу умножая вертекс на матрицу уже окончательно получать точку на экране повозиться там еще или дальше двигаться по OpenGL тут надо вот этот как сказать единственное что там может быть там буквально минут 10 посмотреть на то что мы же камеру можем двигать да то есть фактически у нас появляется одна дополнительная матрица которая описывает движение самой камеры это если мы камеру я я я я я я не готов пересчитать ну то то же самое что я постараюсь там параллельно разобраться с этим и потом может быть показать да вот если у меня с этим получится потому что ну вот то что ты сейчас камерой показал то то есть ну да тут оно все понятно все хорошо и это решение в лоб совершенно вот как я понимаю геометрию так я и программирую нет так Денис оно получилось все хорошо единственное что вот помнишь мы говорили что если камерой там гулять по сцене да там вот вот проходить то есть там меняется что-то на сцене да плюс мы еще не двигаем камеру то есть вот такая вот вещь ну да да у меня камера фиксирована да вот Володя как раз тогда показывал вот эту форму через матрицу когда вращалась камера делалась проекция на экран ну и вот то есть там просто еще дополнительная матрица появлялась но то есть я же говорю что я с этим покопаюсь разберусь и это попробую это написать и потом вот покажу что получилось ну и сама у панчелевская камера вот эти все лукеты там Стасу показывал там есть неприятные моменты просто если мы в будущем вот у нас же помните был замысел что можно было пальцами по экрану водить там надо очень четко камеру ощущать там буквально одна ошибка у тебя просто сцена переворачивается вверх ногами оказывается на координаты полетели там надо очень четко чувствовать камеру ну в принципе вот танк винт снизу дуло вниз гусеницы на нас вроде по этим точкам получается все справедливо ну да считается на ночь оставлял ничего считает работает ничего не вылетает не падает никаких переполнений и всего такого прочего вот то есть да смотрите впереди выходные у всех появится время спокойно сесть да там же просил чтобы вы сделали пару конвасных программ со всякими вращениями вот у вас формула камеры код подгрузки объектов то есть да хорошо давайте а потом возвращаемся к OpenGL и там надо посмотреть как делается прозрачный канвас над OpenGL с кем сурфейсом да тогда у нас появляется возможность рисовать то есть у нас есть 3D рендер а над 3D рендером еще висит прозрачный конвас на котором мы можем рисовать всякие плоские надписи менюшки кнопочки и так далее потом перехват перехватывать события touch multi-touch обрабатывать как-то на него реагировать ну и собственно уже переходить к какому-то такому более уже юзабельной штуки ну главное думаю все трансформации разобрали нас еще ждут фрагментные шейдера там много чего вот ну всякие эти отражения фактурности материалы и так далее то есть давайте так да действительно будем ходить по кругу вот OpenGL ради OpenGL OpenGL ради продукта опять во что-то упираемся сто процентов в конечном итоге да возвращаемся к OpenGL кода у нас для написания всевозможных примеров экземплов моря то есть берем любой lesson и в нем начинаем что-то добавлять модифицировать и смотреть потом возвращаемся в проект то есть вот так ну вчера да обсуждали просто не записывали что OpenGL ради самого OpenGL это хорошо и интересно но нас же интересует его применение в каких-то реальных программных продуктах вот а искушаться в тонкостях ну думаю да через 3-4 года может лет через 5 достигнем каких-нибудь вершин вот но нам за них могут не заплатить мы можем умереть с голоду по дороге ну и поверьте вы же представляете да что демка демкой тесты тестами а когда доходит до продукта возникает куча совсем других вопросов вот в плане юзабельности и что ну я предлагаю такие вот вот эти вот помещения какие-то порендерить помещения что из этого можно сделать и в игры честно я верю что многим это интересно давайте играть по взрослому по крути в идеале взять ардуинку и сканировать бы объекты да тоже вот вариант но тут опять таки вот вот этот код можно использовать он даже лучше подойдет для ардуин на искать он более у тебя прям под рукой все эти точки хотя можно вот мне вот этот вот то что сейчас точками почему-то напомнило ну как сканируют помещение именно точками почему-то ну где-то я видел ну они просто не знают как их соединить ну вот соединить соединят получат просто оно очень жирно получится если у тебя куча этих вершин да ты их еще посоединяешь то получится такая громоздкая штука интересно ну в принципе да что блин да датчик расстояния вон у меня валяется на электромотору вперед ну да ты угол знаешь дальше смотришь все и сохраняя это все файлы файлы с вершинами вон отлично подгребаем проблем нету вот а это ж ты можешь сделать не просто датчик движения типа датчик объема да 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 движение нет объем поменялся да 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 абсолютно только очень быстро ну да интересно так ну окей смотрите честно дальше надо попрактиковаться да тут вопросы еще сто процентов вот отсечение вершин мы тогда тоже рассмотрели записывать не стали оно через нормале делается вот если кого-то не было вот то есть видимые и невидимые грани как отсекать считают через нормаль если нормаль направлена на экраны пользователя то поверхность рисует если нормаль от пользователя экрана поверхность не рисует все да там весь алгоритм хотя я не понял как он на торе будет работать ну ладно окей вот потому что ну бублик если вращать короче я так понимаю что чтобы этот алгоритм работал ему еще надо специфические модельки объекты подсовывать не все будет с ним работать вот кубик будет работать тор уже по-моему не будет ну да не будет ну да там получается у тебя ж только вот поверхность которая ну стопроцентно смотрит назад да получается да что ж такое вот то есть окей хорошо здесь нормали на меня предположим я их вижу но у этой же штуки тоже нормали на меня то есть этот алгоритм здесь не сработает я их должен видеть у меня будет вот такая моделька то есть вот вот ту кусочки я еще буду видеть то есть не думаю что это прям такой алгоритм панацея надо еще читать искать с кубиком да сработает чутко если грань от тебя то ты ее не видишь ну да аж да а вот с этим нет ну да он может там где-то порвать а что ж я вот блендер обновился им сколько не пользовался и теряю ту няпочку с нормальными вечно а вот то есть ну вон они окей вот те вот они ж на меня да и в такой ситуации они на меня будут там идти нормальные когда я смотрю на кубик на тор вот так они все равно будут прорисовываться то есть надо еще угол меньше 90 градусов тогда увидим а если больше 90 не увидим а получается тор такая хитрая фигура образованная вращением да там этой окружности что у нее есть поверхностя которые стоят за другими поверхностями все равно направлены на тебя все равно они направлены на вращение там проблема о том что вот скажем так поверхности они как бы дублируются да вот то есть казалось бы та поверхность которая не должна рисоваться она будет рисоваться исходя из того что нормали одинаковые у одной поверхности у другой то есть для шара этот алгоритм сработает сработает да да то есть все у кого нету там ну грубо говоря дырки или какой-то ямки внутри да ну тоже будет время можем заморочиться ну мы же перестаем видеть предмет когда он расположен параллельно нашему взгляду правильно пусть да смотри есть алгоритм и допустим вот в угле ты говоришь что прорисовать там все поверхности нормальные которые расположены к тебе они рисовать нормальные которые tarko у inj round тебя то что ты не видишь вот нормальный которая расположена тебе у тебя там будут две поверхности Ana у Sofia ты будешь видеть а вторую ты не будешь видеть но она будет все равно прорисовываться не но если поверхность набрана не из плоских кусочков то туда если если она из кривых набрала на кусочков которые составляют одно целое но она вершинами описано нормаль как раз выходит из вершины а второй же вопрос как-то эти вершины соединяешь в момент уже рендеринга конечного то есть а вершина ну грубо говоря просто . кстати опять-таки без без площади да без какого-либо размера что-то обозначает пространство ты можешь на месте вершины просто рисовать точку тогда ты как бы увидишь где находится вершина самой то ее нет второй там вопрос как ты потом соединяешь эти вершины линиями залитыми треугольниками многоугольниками это уже в графике там второй вопрос как ты интерпретирую отображение это уже фрагменты пошли но изначально у тебя задача ее отсечь вообще не рисовать в лучшем момент есть там алгоритм с использованием нормалей но видно что он не везде срабатывает вот как как ну можно почитать я думаю литературы моря на это как алгоритм сделан это еще речь идет об одном объекте когда речь идет уже о множестве объектов которые там друг друга закрывают перекрывают вообще наверно грусть печать что у меня такое подозрение стоит ли туда копать не ну стоит ну просто опять таки разумно надо что-то одно закончить а потом что-то на основе этого изготовить ну все хорошо тогда хорошо так исходники эти давно выложены то есть жат они в кома там сейчас хорошо спасибо спасибо да